Министерство спорта Организации вопросов подготовки национальных команд и, естественно, конечно, развития физической культуры и спорта в нашей стране. Хочу сразу сказать, что за последние годы, где-то с 1991 года, это такая 17-я реорганизация. И я могу вам сказать, что, конечно, как все вы профессионалы, вы понимаете, что очень сложно развивать отрасль, когда раз в 2-3 года структура управления меняется. И здесь надо сказать, что самое главное может быть то, что в новой структуре правительства Российской Федерации Министерство спорта сохранено. То есть проявление некой стабильности. И надеюсь, что это сегодня говорит о том, что мы с вами проделали неплохую работу за предыдущие 4 года. И физическая культура и спорт становятся все больше и больше отраслью социальной сферы, которая влияет на жизнь нашего общества. А все-таки за последние годы я еще раз могу отметить, что мы построили практически около 13 тысяч спортивных сооружений. Сегодня количество спортивных сооружений в стране – это 253 тысячи спортивных сооружений. Сегодня около 8,5 тысяч спортивных детских и юношеских школ. 3,5 миллиона детей в этой системе занимается. Это 310 тысяч штатных работников отрасли физической культуры и спорта, которые сегодня на постоянной основе, их количество растет. Мы имеем в структуре отрасли 14 высших учебных заведений. Ежегодно выпускаем около 9 тысяч специалистов власти физической культуры и спорта. Около 30 училищ Олимпийского резерва. И, в конце концов, я могу сказать, что мы имеем сегодня около 20% граждан, которые регулярно, на регулярной основе занимаются физической культурой и спорта. И ясно, что, конечно, я очень горд и рад, что сегодня физическая культура вот так приобрела такое значение. На сегодняшний день у нас в Лондоне будет разыгрываться 302 комплекта медалей по 337 видам спорта. 37 видов спорта, 302 комплекта медалей. Значит, на сегодняшний день мы уже будем точно участвовать в 34 видах спорта. И мы, к сожалению, не отобрались в таких видах спорта, как футбол женский и мужской, как хоккей на траве и женский и мужской, как водное поло мужское, как ручной мяч, гандбол мужской. И в ряде дисциплин не добрали, в разных дисциплинах не добрали сегодня лицензии. На сегодняшний день практически где-то мы имеем уже в составе около 415 спортсменов. Где-то мы сейчас... Осталось 4 вида, которые продолжают отбирать лицензии. Это вы знаете, парни наши со 2-го числа в Венесуэле будут баскетбол бороться за лицензии. Хочется им пожелать успехов. Это у нас есть еще возможность... Бич-волейбол наш, пляжный волейбол у мальчиков, девочки отобрались у мальчиков. Вот мы на поклонной горе с вами будем ближайшие дни открывать мировую лигу. И вот они у себя дома имеют шанс выиграть лицензию и поехать на Олимпийские игры. Есть еще ряд дисциплин, которые... Стрельба из лука, ну практически уже она закончилась, к сожалению. Девочки отобрались, ребята, к сожалению, промазали. Ну они пятые, шестые, но это не дало им возможность. И в легкой атлетике у нас будет чемпионат России в Чебоксарах с 3 по 6 и там по результатам, как вы знаете, и может теоретически там еще несколько лицензий мы получить. Поэтому в целом мы рассчитываем, что где-то команда будет, с учетом того, что я назвал, где-то 440-450 спортсменов по 34 видам спорта. Окончательный состав команды мы утвердим 11 числа на совместном заседании исполкома и коллегии Министерства спорта. Определим состав. Ну все основные вопросы, они решены, заключительные этапы у каждой команды прописаны у каждой команды, вплоть до спортсмена. Где-то 8 сборных будут готовиться в Великобритании, 8 за рубежом готовиться будут, где-то 17 будут в России готовиться. Заезды будут такие соответствующим образом, ну скажем, по графику соревнований. Торжественные проводы мы сделаем 21 числа, 25 в Олимпийской деревне будет подъем флагов в 6 часов вечера. Три сезона наши ребята, в общем-то, неплохо выступают. Мы позиции сохраняем в летних видах спорта. По-прежнему мы очень рассчитываем на наши традиционные виды спорта. Это борьба, бокс, это гимнастика, художественная гимнастика прежде всего. И синхронное плавание, некой дисциплины, около 5-6 дисциплин. В легкой атлетике, где у нас очень традиции сильны. Мы очень рады, что возвращает себе традиции такие виды спорта, как тяжелая атлетика, очень неплохо сезонный, последние два сезона проводит. Это байдарка и канои, спортивная гимнастика. Это те виды спорта, которые сегодня, в общем-то, достаточно серьезно прогрессируют. И думаю, что будут составлять очень серьезную конкуренцию. Хорошая команда в прыжках в воду. В целом, средний возраст команды будет 26 лет, практически у нас около 50. Я думаю, что может быть и больше будет заслуженных мастеров спорта. А заслуженный мастер спорта, значит, уровень результата очень высокий. Какая серьезная боевая команда. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что будем бороться за место призовой тройки. Но надо иметь в виду, что пока нам, честно сказать, Америку и Китай нам не догнать на этих играх. Потому что просто по одной причине, что у американцев, допустим, у них сегодня по нашим подсчетам практически плюс 16-17 медалей. Это практически гарантированно. И вот сейчас будет чемпионат Америки по плаванию. Вы увидите результаты, которые они им покажут. У китайцев есть виды спорта бомбинтон, настольный теннис, прыжки в воду, где они забирают 16-17 медалей. Мы же можем сказать, что стартуем очень сложно. Можно сказать, плюс 3 медали, где мы можем уверенно побороться. Хотя все другие виды спорта нам приходится бороться. Вот такого, как настольный теннис, у нас вида спорта нет, где мы сегодня могли... Так, потому что в том же настольном теннисе 29 спортсменов китайских занимают первую квалификацию в мире. И не важно, за какую страну он выступает. Ну, вот такой вид спорта. И я могу вам сказать, что, конечно, основным соперником наши будут... Это будет Великобритания, мы сегодня и Германия. Хотя есть еще 10 стран, там ниже, до Японии, там все. Ну, вот, если говорить основным соперником, в борьбе за третье место будет Великобритания. Нам будет крайне сложно. Практически диапазон медалей, которые мы выиграем, одинаковый приблизительно. На Олимпиаде Пекине они завоевали 19 медалей, мы завоевали 23. Значит, в сезонах последних мы завоевали 19, 23, 24. У них был там последний сезон 14. Но не было их видов спорта, которые там традиционные сегодня в Великобритании. Это велосипед, академическая гребля. И около 5-6 дисциплин в разных видах спорта, где мы просто конкурируем прямую. Ну, как наша, допустим, Татьяна Чернова, значит, там, в семье Бори. Вот она с коллегой, своей девочкой, там, из Великобритании. И, по сути, в таких видах будет решаться наше, мне кажется, соперничество. Ну, всегда говорят, что Олимпийские игры домашние 30% набавляют себе очков. Но будем работать, стараться. Команда, заключительный этап сейчас ни в чем не нуждается. Все мы отслеживаем серьезно. И думаю, что потенциально еще раз оценим свои возможности. И где-то 11 числа уже более точно посмотрим, вот с учетом последних. Я, конечно, не говорю об игровых видах спорта, хотя игровые виды спорта у нас достаточно сильные. У нас очень хорошая команда по водному полу, женская. Она лидер, мировой лидер. Но вот как они подготовятся, я помню, в Пекине они проиграли китаянкам и, по сути, лишили себе возможности, хотя мы рассчитывали на золотую медаль. У нас очень сильная команда в гонболе женская. И очень серьезная команда. И тоже мы на очень хорошо, на сильно рассчитываем. У нас одна из лучших команд в баскетболе чемпионке, вы знаете, Европа. Мы, волейбольная команда наша, тоже одна из сильнейших в мире. Ребята волейболисты. Ну вот сейчас там три лидера, к сожалению, травму получили. Но Господь поможет. Я думаю, мы с вами, может быть, и они вернутся. И Волков, и, вы видели, и Тетюхин с травмой играет. И сейчас, конечно, Кубок мира. Мы видим, еще нет той команды, которая недавно выиграла Кубок мира, обыграл всех на высочайшем уровне. Очень рассчитываем на баскетбол. Поэтому, в целом, в общем, надеюсь, с вашей поддержкой команда выступит успешно.